Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня начнем, наоборот, с притчи. Знаете, в красивой иномарке едет человек и наблюдает, как на ним пролетел частный такой красивый вертолет. Ну, хорошо, наверное, думает летать по воздуху, иметь такие возможности. Никаких пробок, никаких аварий. Потрясающе. Рядом с иномаркой ехал человек на «Жигулях». Он с завистью смотрел на иномарку и думал, как прекрасно иметь такую машину. Коробка, автомат, кондиционер, там все это, да. Параллельно с «Жигулем» ехал велосипедист. Он крутил педали, думал, все, конечно, хорошо, но каждый день дышать этими выхлопными газами. Долго не протянешь. На работу потный приезжаю. Если дождь, вообще катастрофа. Вот то ли дело парень в «Жигулях». Рядом стоял на остановке человек. И, глядя на велосипедиста, думал, вот если бы у меня был такой велик, не пришлось бы каждый день подолгу тратить деньги и толкаться в душных маршрутках. Плюс здоровье было бы, все было бы полезно. За этим наблюдал юноша, сидящий в инвалидной коляске на балконе пятого этажа. Интересно, думал, чем так недоволен этот парень на остановке? Может, ему нужно идти на нелюбимую работу? Но ведь он может идти в отличие от меня. Вы понимаете? Надо посмотреть этот мир правильными глазами. Построение судьбы и жизни каждого абсолютно индивидуально. У каждого есть свой формат прошлого, личного наследства из прошлых даже появлений в этот мир. Своя машина времени. У каждого есть свой выход из Египта в этом мире. Он не похож на другого. А человек, он пытается найти лично свои ответы на все вопросы жизни. И смертит из своего маленького 120-летнего опыта. Откуда мы это все понимаем? Почему можно кушать? Один вид кузнечика, а вторых нельзя. Почему нельзя кушать там в начале месяца Ниссан, сдобная булка, нормально ешь с утра до вечера, а в течение одной недели в пейсах нельзя, и это и смертельная опасность для души. Вся попытка, если мы хотим объяснить эти законы на основании каких-то медицинских, душевных, там еще, не работает. Надо видеть мир сверху, хотя бы немного сверху. Когда мы его оцениваем через свои внутренние, подкупленные нашим мнением, нашими желаниями, нашими личными эго, весы, мы ошибаемся, очень часто ошибаемся. Мы видим все и оцениваем только в меру наших внутренних весов. А у каждого они, к сожалению, разные. Неправильная оценка по той информации, которую мы из мира внешнего получаем, это гарантированная ложность окончательного вывода. Если есть фальш во внутренних весах, взвешивающих, поступающих через органы чувств информации, у нас нет возможности сказать, что правильно, что нет. Истина будет искажена. Вот тут и спрятана проблема, о которой необходимо подумать, а лучше решить. Есть общие правила? Есть. Оно общее для любой жизни. Человек болит ногами, дай бог, да? Хорошо. А если сфокусироваться на том, что не болит, сколько, возьми сколько у тебя органов, они не болят, человеку, сосредоточу, скажу спасибо, что у меня не болит один палец, второй палец, третий, там это, это, это. Если фокусироваться на брахе, растет браха, благословение. Если на негативе, растет негатив. Надо понять, что цель прихода каждого человека в этот мир абсолютно разная. Методы исправления, то, что нужно исправлять, тоже разные. Нас вообще нельзя сравнивать. Это разные миры. Именно это имеется в виду, когда говорится, что человек это целый мир. Поэтому и миссия человека имеет духовный характер, а не физический. Оно в физическом мире тоже ее легко узнать. Посмотрите на свои качества. Если вы зависливы, надо бороться с завистью, это ваша главная миссия в мире. Если вы гневливый, значит, гневом, не строить космические корабли, не перекрывать там леса и горе. Именно это. Цель этого мира, выйти из него лучше, чем пришел. Но даже одна написали мудрецы. Одна исправленная негативная черта характера стоит того, чтобы человек пришел в этот мир. Если это помнить, и жизнь меняется, и цели жизни меняются. Брахавы от слаха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова